Катастрофа на старце. То есть, это просто глава книжки, как называется, катастрофа на старце. Вы, наверное, знаете, что в шахматах, сколько существует шахмат-дебаты, сколько стадий игры существует? Три. Три. Да, дебют, бедишпиль, геншпиль. Но, кстати говоря, довольно разное определение, не понятно, сколько ходов в дебюте, сколько ходов в бедишпиль, сколько ходов в геншпиле. Особенно сейчас в связи с различными компьютерами. Иногда дебют так глубоко исследованы компьютерами, скажем, в Испанской партии, в Сирианской защите и некоторых других, что доходит от самого геншпиль. То есть, с одной стороны геншпиль на позицию, то есть, там осталось уже мало фигур. А с другой стороны, она еще и дебютная, потому что почти форсированное дело идет с дебюта. Так что условное такое разделение дебют на геншпиль, но, тем не менее, интуитивно всегда понятно, где геншпиль дебют кончается. Как правило, если вот какой-то ход, который у них в теории, ну это уже, значит, идет и начинается геншпиль. А если осталось мало фигуры, то начинается геншпиль. Понятно, что если вы не вышли из дебюта, то геншпиль и геншпиль вам это не понадобится. Либо вы проиграли, либо вы противника выиграем. То есть, самый важный дебют и даже на самом высоком уровне. Вот Коля, например, посетил, не зашел в зал, но он был на первенстве меры, сейчас играли Анант и Герриф. Нет, я вообще ничего не успел. Не успел? Ну ты там, да, я по крайней мере видел на экране, как они играли. Так вот они все об этом писали, что они, конечно, занимались дебютом. И когда они выходили из дебюта, оказывались, что равный шанс, они соглашались на ничью. Настолько они глубоко отдали себя дебюту и следовали, что матч получился не очень интересным, мировопрошным. В зрительском отношении был скучноватый матч, потому что они очень тщательно готовились спросить. Я тоже смотрела, там Анант и Гельфорд, там было два выигрыша, только один раз Анант выиграл, а потом, точнее, нет. Ну да, было 12 партий, было 10 ничьих, и все заканчивали в сравнении 27-25 ходов. То есть, кончали дебют, выяснилось, что равное положение, они дальше уже боялись играть, и соглашались на ничью. Хотя еще можно было бороться. Какой-нибудь, например, Вандеркин, который немножко старше вас, норвежский Магнстарсен, так вы слышали сейчас, который самый бойчик будет на первом месте, он, конечно, в эти позиции продолжал играть. Они уже соглашались. Ну, так или иначе, никогда не денешься, дебют, самую главную стадию. Да, еще самое главное, я не спросил, шахманную аннотацию все знают? Да. То есть, это какое поле? С-5. Это какое поле? Морщин. Ну, понятно, как морской поле. Здесь назвали музыкаль, здесь назвали мне с Натальей. Я буду просто говорить шахманную аннотацию и показывать ходы. Насчет партии, Легаль Бри, так называемая партия, она сыграна в Париже в 1750 году. То есть, уже 260 лет, больше 260 лет назад. Но тем не менее, она осталась в истории, и все на нее ссылаются. Она развивалась так. Е4, Е5. У Е3, Д6. Этот дебют называется отличитель Филидора. Мы сейчас дебютом с вами не занимаемся. Нет, вот этот дебют уже определил с собой отличитель Филидора. Я говорю, что сейчас мы конкретно дебютом не занимаемся. Отвечемся еще на минутку. Вообще, дебюты делятся на какие категории группы? Защита, нападение. Нет, нет, нет. Сами классификации дебютов. Какие дебюты бывают шахматы? Нет, дебюты бывают открытые, полуоткрытые и закрытые. Значит, открытые, значит, начать, естественно, с открытых. Открытые-то какие? Это когда король может открыть? Нет. Открытые называются дебюты, которые начинаются ходами. Е2-4 белые играют, и черные играют не 7-5. Вот это уже открытые дебюты. Их здесь много, мы сейчас их на всех не останавливаем. Но эти два хода, начальные, белые и черные, они уже определили с собой открытые дебюты. Здесь могут быть испанская партия защиты двух коней, защиты четырех коней, королевский гамбит, дебют слона и еще какие-то защиты, там, Петрова, латышский гамбит, ну, их там 20-й. Мы сейчас не останавливаемся. Но это открытый дебют. Что такое полуоткрытый дебют? Это, например, один противно, это когда... Ф3-1, Е3, 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 Е3. И Е5? Нет, нет. Когда кто-нибудь из игров выходил пешкой со стороны короля, Е4 или Е5? Значит, был открытый дебют, он называется такой дебют, когда бедры играют не Е4. Очень простое определение. А черные не играют не Е7, Е5. Вот это любой дебют. Играют черные С5, С6, защита каракан, Д5, 11-я защита, конь Е6, защита объекта и так далее. Любой дебют, когда бедры начинают входом Е4, а черные не отличают Е7, Е5, а делают бедры в другую. Вот это и было открытое. И, наконец, какие еще третьи категории? Закрытые точки. К ним все относятся. Кто не хочет. Да, к ним все остальные дебюты называются закрытыми. Хотя, на мой взгляд, несправедливое определение, потому что дело в том, что теория дебюта в основном строилась в 18-19 веках. И тогда в основном играли не Е2 и Е4, а сейчас остальные входы считались вообще слабыми. И как у второго стопа. Поэтому все остальные отнесли к закрытым. А в 20-м веке и в 21-м, наоборот, уже Е4 встречаются реже, чем в Д4. Д4 или С4. Некоторые шахмазисты, например, чемпион мира Крамнев, участник чемпиона, но это чемпион мира, который вообще в жизни не сыграл ни раз в Е4. Он играл только либо Конев-3, либо С4, какие-то другие дебюты. Петровсян чемпион мира, который никогда не играл в Е4. Поэтому, конечно, следовало бы развить определение, расширить. Я, например, свою книжку часто называю «Открытый пол, открытый пол, открытый по старому», а закрытый я делю на закрытый и пол закрытый. То есть, если бедр играет в Д4, черный, д5, я такой дебют называю закрытым. Ну, а здесь тоже можно разобрать, где-нибудь Фейн, Гамми, Славянская защита и так далее. А если бедры на Д4 играли, как мы, допустим, были в 6, что ведет к средней защите, или к защите Глюен, Фельдер, Кнемцович, Кнемцович, то это полузакрытый дебют. Ну, это вопрос терминологии, это вопрос, где-то отвлеклись. То есть, сейчас мы рассматриваем, вот эта старинная партия, естественно, она была сегодня открытым дебютом, в 1750-й год, понятно, что тогда играл в голову, и приходило играть иначе. Е4, Е5, тонь Ф3, Д6, тонь С4, слон Ж4. Ну, ход, вот этот ход не очень, хотя бы всего третий ход, но он не очень хороший. Вот, потому что он, надо считать, что белый конь может неожиданно скачать. Ну, пока, тем не менее, страшной ошибки не было. Вот на коне от С3, здесь уже последовала серьезная ошибка. Чего-то не за 4-2, а сыграли просто же 6, и как здесь все равно... Вот, белый сходит сейчас Е5, слон Бьет, Д... Можешь Д4 сходить, это слон Бьет, вот... Нет, вот здесь как раз сразу возникают молодыми карточками, которые играли. Они только не Е5, как ты говоришь, а Коль Бьет, Е5. Коль Бьет, Е5, вот это самый красивый такой ход. Теперь что получается? Если черный берет коня, то просто ферзь берет слона, и беда с лишней пешкой. Что для шахматистов? А подождите, если черный, а колья, если можно взять ферзя? Нет, в том числе и дело, в этом ловушке, чтобы берет и проигрывает. Я просто рассматриваю вариант, если черный не берет ферзя, а берет коня, то после ферзи 4 они просто остаются без пешки. И для шахматистов примерно равной силы, лишняя пешка, скажем, девятая боится, это огромное преимущество. А если они сидят? Как же, что можно здесь лезть лезть? Сейчас ферзь будет. Тогда что следует? Тогда следует, что он будет лезть в шах, черный, беда с лезть, и колья, и колья, и колья, и колья, и колья. Вот это называется мотлегами. Мы с ним сталкивались. Если Саня стал встречать шахматистный опыт, то, наверное, такой мат дается иногда. А когда-то, наверное, когда начинают играть, вам такой мат давали. В общем, это... Мне не давали. Мне ни разу. Мне ни разу. Ну, повезло. Я должен ни разу. После такой позиции. А я вообще не знала. Ну, красивая боится, правда? То есть у белых не хватает ферзя? Больше, точнее, после ферзи. А не менее ферзи. После ферзи. А какой был ферз? А? Не нужен был ферз. Для такого матра? Для этого время... Ну, в общем, короче говоря, можно черный такой мат наземнуть, который с нами выводится, не подседая весь вид, что он может наскачать. А белый легко поймать неопытного противника. Это мотлегами самый знаменитый такой и мат из всех существующих, которые еще из 18 века.